Привет, друзья! Там два вопроса мне задали, на оба отвечу. Где взять эту новую книгу? Она находится, ссылка, прямо под роликами. Посмотрите. Теперь второй вопрос. Как быть, если у меня мама с онкологией? Ну, сюда же можно и добавить несколько других вопросов подобного рода, когда родители страдают какими-то болезнями, у кого-то панические страхи, у кого-то ещё какая-то хроническая болезнь, синдром. Мы там не уточняли, просто мне написали в личку, я поэтому решил сразу такой ролик сделать. Напишу книгу советов для врачей и психологов. И для всех, естественно. Как включать гормон радости, эндорфины против боли и страхов, чтобы происходило, ну, какое-то самолечение организма. Это очень важно, потому что ещё раньше всегда врачи говорили, тот не врач, если после разговора с которым больному не станет легче, то есть психотерапия имеет огромное значение. Сейчас, конечно, у врачей не так много времени, чтобы с каждым пациентом так душу ему вкладывать, как говорится, и свою. Давайте мы так договоримся. Я прошу вас, кто задаёт мне такие вопросы. Пожалуйста, смотрите ликбезы бесплатные у меня на канале. Там есть и двухчасовые, и трёхчасовые. Там написано слово «ликбез», бесплатный. И там есть и ключевая волна, и там есть и ключевое дыхание, и там много выходят людей в зум. Там вот, например, кашель. Вот мне недавно задавали вопрос, как устранить кашель после ковида, который вот уже давно преследует человека. А там есть как раз пример. Как у нас Наталья, она два месяца после ковида страдала беспрерывным кашлем. Ну, постоянно. Вот мы с ней даже там разговаривали на ликбезе, и она всё время закашливала, всё время. И вот она делала там волну, делала волну, делала волну, делала волну, и через 20-30 минут вдруг перестала кашлять и удивилась, и все удивились, которые смотрели. Это был просто эффект на глазах. Вы знаете, что? Дело в том, что многие не понимают и не знают, что волну надо дозировать. И как надо дозировать? По времени дозировать. Можно делать это стоя, можно делать это сидя, можно делать ногой, лёжа или рукой. Ну, там много разных вариантов. Каждый должен подбирать себе по простоте и комфортности. И в это время думать, о чём думается. Пусть их мысли на самотёк. А не стараться думать обязательно о хорошем, заставлять себя переключать. Не надо ничего этого делать. Ведь маленького ребёночка, которого мама на руках качает, чтобы он успокоился, она же не говорит ему, думай об этом или об этом. Он же вообще её не понимает. Он ещё совсем маленький. И здесь тоже надо просто на минутку понять, что волна основана на природных, инстинктивных, защитных реакциях мозга, природы. И поэтому, когда вы делаете волну, например, просто сидите и покачиваетесь, или туда, или сюда, как вам комфортнее, удобнее. Мысли надо пускать на самотёк. Переживания надо пустить на самотёк. Не бороться с ними. Иначе его напряжение опять растёт. Этого никогда не было в мире, поэтому людям трудно это понять. Что надо оставаться такими, какими есть, и переживать, как переживается. Но соединить это с колебаниями, которые вам максимально комфортны. Вот формула волны. И доза. Формула дозы. Продолжительность её зависит от индивидуального текущего состояния. Кто-то через минуту выходит, кто-то через 20 минут. Да. И добавляет те движения, которые во время этой волны хочется сделать. Кому-то хочется потянуться, кому-то хочется плакать, и он выплакивается. Это надо. Кому-то хочется зевать, он зевает. Это надо. И выговариваться надо. Вот мы сейчас с Романом Газенко будем делать вебинары. Я там один элемент, автовыговаривание. Я это обязательно объясню, как это делается. Потому что, когда человек делает волну, ещё и выговаривается. Ну, я там объясню, как это надо делать. Потому что там есть такая простая вещь, да такая простая вещь, и просто люди поэтому и не догадывались. Сначала надо себе на такой тихой мощности, понимаете, не тратя никакой энергии. Ну, как дети, не напрягаясь. Ну, там бурчать про себя, бурчать про себя, бурчать про себя выговариваются. Ой, как мне плохо, да за что мне это? Ну, что в голову лезет, вот то и выговариваются. На низких-низких напряжениях. Совсем почти не слышно, почти про себя. И через некоторое время вы начинаете замечать, что вы можете громче, громче, а потом вы можете еще и распевать. И потом вы начинаете распеваться, распеваться, голос становится все громче и громче, и вы уже можете петь. Понимаете? Вот оно. Чуть не упал микрофон. Заодно и проверим. Все надо использовать во благо, друзья. И падение микрофонов, и поднятие рук, чтобы все было на благо. Для вас и для всего мира. Такие простые вещи. Врачам надо знать, психологам надо знать, больным надо знать, потому что вся психосоматика накручивается, когда больной не знает, почему ему плохо. И он начинает негативный образ накручивать, накручивать. На самом деле, почему так много целителей, да? Да потому что часть этих болезней просто психосоматические наслоения, функциональные нарушения, которые разом могут проходить, один-два раза волну сделайте, и вам легче станет. Так. Ну ладно. До связи. До следующего ролика. До следующего ролика.